Здравствуйте, товарищи! Мы пришли к очень важному этапу в изучении марксизма и ленинизма, поскольку, как мы с вами выяснили уже давно, одно дело потреблять знания, другое дело их воспроизводить. Если будешь много-много знаний потреблять, это дело полезное, и будешь большой потребитель знаний. Марксистом от этого еще и станешь. Поэтому обязательно нужно пытаться формулировать самому и отвечать на те вопросы, которые ставили люди, которые разрабатывали марксистско-ленинскую теорию. Ну вот так построено у нас обучение, соответственно, вполне диалектический в Красном университете, что наряду с тем, что вот люди смотрят, смотреть можно ведь и находясь в Красном университете, правильно? Включай, смотри, смотри. У нас таких смотрящих гораздо больше, чем записанных в Красном университете. Чем отличаются люди, которые в Красном университете? Тем, что они могут воспроизвести это, а не только слушать и повторять. Вот поэтому у нас очень важный этап, зачет, хотя мы на всех семинарских занятиях уже эту задачу в той или иной мере решали. Значит, университет наш приобретает необъятные размеры, большой размах, поэтому все наши, так сказать, предыдущие способы ведения занятий приходится нам на ходу переделывать, приспособлять к тому, что нас очень много. Поэтому сегодня мы сделаем так, обычно мы анализировали произведения заочников, сейчас мы просто вынуждены констатировать, кто получил зачет, и перейти к тому, чтобы послушать здесь очников, и все заочники увидят, как товарищи будут тут сдавать, и как им повезло, что их никто не спрашивает. А они ограничиваются, так сказать, письменными бумагами. Вот. Ну вот, первую партию я уже обнародовал. Значит, Валерий Александрович, как проректор, посылает нам, значит, бомбит нас с Александром Сергеевичем пачками ответов. Ну и мы отбиваемся, как можем, вот, и соревнуемся, кто больше отобьется. Но еще не отбились, потому что только пребывают. Валерий Александрович сегодня нам сообщил, что то, что нам дали в руки, это мало и только того, что еще нам предстоит. Так что у присутствующих зачет закончится, а у нас он будет продолжаться, у преподавателей. Ну, поскольку я уже сообщал, кто и как получил зачет, сразу хочу сказать, что, ну, надо сказать, что очень хорошие ответы. Краткие и говорящие о том, что люди изучают, и изучают, похоже, что не первый год, потому что трудно представить себе, чтобы человек вот сейчас посмотрел или посмотрел лекции этого года, и все. Это похоже, что люди готовились к поступлению в Красный университет, были как бы вольнослушателями, потом они записались, и они в состоянии свободно на эту тему говорить. Значит, при том, что мы очень критически относимся к выступлениям, ну, я вот такой общий недостаток вижу, что товарищи, когда разбирают формы экономической, политической, идеологической борьбы, они, значит, умудряются вместо моментов их брать как отдельные части. А если это моменты, то не может быть такого, что вот эта экономическая борьба, ее закончили, перешли к политической. Закончили политическую, перешли к идеологической. Потому что они одновременно, потому что мы различать должны в классовой борьбе ее различные моменты, и не более того. Ну, скажем, произошла социалистическая революция, построили социализм, что пропала экономическая борьба. Судя по некоторым ответам, можно так считать, что, раз революция прошла, уже и не надо никакой экономической борьбы. Только экономическая борьба как раз разворачивается за что? За полное уничтожение классов. Это же надо экономическим путем уничтожить. Другое дело, что надо политически правильно эту задачу поставить и никогда не упускать. Из виду, что не просто там мы улучшаем, сокращаем, прибавляем больше угля, больше хлеба, больше того, больше сего, а социализма меньше. То есть, так, чтобы движение шло к этому уничтожению классов, чтобы мы, вот в этом смысле, Ленин говорил, что есть первенство политики над экономикой. Первенство в том смысле, что мы не должны упускать из виду политической задачи. И вообще надо приучаться к тому, чтобы отходить от таких понятий, как части, потому что, как говорил Швенгельс, части лишь у трупа. Потому что это хорошее дело, так сказать, то, чем занимаются наши коллеги, которые изучают человека после смерти. Поскольку им нужно оперировать его, так, наверное, надо начинать сначала с трупов, да, их оперировать, а потом уже переходить к живым людям. Я бы не хотел, чтобы я был первым, кого разрезали, так сказать, тем, кто становится хирургом. А он разрезается и спросит, а где тут у него, слушай, не знаю, где эти лезенка, там, печенка. Вот, скажи, пожалуйста. Вот, но это общее замечание. И один человек только оказался таким, которому я не поставил зачет. Потому что он написал, что вот общественное бытие, то есть производство определяет общественное сознание, общественное сознание определяет общественное бытие. И получилось, что кто-то что определяет, и неясно стало. И главное положение, историческое материализм об определяющей роли материального производства исчезло. Ну, поскольку товарищ досрочно это сделал, я ему тоже досрочно послал незачет. Он досрочно прислал второй вариант, я ему опять же поставил досрочно зачет. Так что эту тему мы закрыли. Так что я думаю, что тот, кто получит незачет, а такое может быть, потому что вот еще впереди. Так как тут идут передовики, там видимо есть какие-то отстающие, может быть. А может они еще лучше напишут, может пришли люди, которые по-быстрому написали. А там серьезные люди подбираются, мы не знаем. Но вот если они получают незачет, я это говорю на камеру для того, чтобы люди знали. Значит, если вы получили незачет, что нужно сделать? Нужно снова попытаться ответить на этот вопрос правильно. Постараться поработать над этим и снова прислать. Потому что это вопрос совершенно понятный, так сказать. Может быть не с первого раза получается. У всех не с первого раза получается, ничего тут необычного нет. Это нормальный процесс учебы. А теперь я просто зачитаю, кому я выставил зачет. И передам слово Александру Сергеевичу. Он тоже зачитает, кому он выставил зачет. А после этого мы приступим к опросу здесь присутствующих. И мы договорились, что каждый в пределах двух минут отвечает на вопрос. Но если к нему будут какие-то претензии, они не будут высказаны. А если не будет, то он получит зачет, и мы переходим к следующему товарищу и так далее. Итак, Шлеин, Тюмень, зачет. Полищук, город Шелихов, зачет. Сарайкин, Москва, зачет. Побережная, Тодмарден, Великобритания, зачет. Стругов, Пермский край, Краснокамск, зачет. Филиппов, Железноводск, зачет. Чагиров, Москва, зачет. Рязанцев, Самара, зачет. Таратихин, город Чикаловск, Нижегородской области, зачет. Чуряково, город Печоры, Республика Коми, зачет. Суслонов, Андрей Андреевич, город Кандалакша, Мурманской области, зачет. Щеткин, город Сочи, зачет. Тоболино, Омск, зачет. Степанов, Москва, зачет. Воднево, Санкт-Петербург, зачет. Ющенко, Киев, зачет. Может, тот Ющенко, нет? Я думаю, другой. Может, тот решил, что ему надо подучиться теперь? Нет, я думаю, все-таки другой. Селестунов, Нижегородская область, зачет. Старцева, Москва, зачет. Сарамятников, Казань, зачет. Ряховский, Ленинград, зачет. У нас же не запрещено говорить Ленинград. Ну, кто-то переименовал, но это его дело. А я, допустим, не переименовал, это мое дело. У нас, например, в газете «Народная правда» написано «Санкт-Петербург, Ленинград». Александр Санкт-Петербург, Ленинград. Говорят, почему это у вас тут Санкт-Петербург? Вам не нравится? Я говорю, вот вам Ленинград. Почему у вас Ленинград? Вам нравится Санкт-Петербург? Вот вам Санкт-Петербург. Пожалуйста. Таиров, Ирландия, зачет. Порошин, зачет. Санкт-Петербург, Неустроева, Санкт-Петербург, зачет. Сабиево, Ставропольский край, Город Благодарный, зачет. Пшеничников, Красноярск, зачет. Шиян, Омск, зачет. Черепанов, Владивосток, зачет. Советкино, Санкт-Петербург, зачет. Сериков, Владивосток, зачет. Муродян, Краснодарский край, Станица Барховецкая, зачет. Хватикова, Пермский край, Город Березняки, зачет. Поспелов, Москва, зачет. Фисенко, Красноярск, зачет. Попов, Радужный, зачет. У меня есть двойники, все у нас продумано. Александр Устинов, Лейпциг, зачет. Черемных, Барнаул, зачет. Снегова, зачет. Царыгин, Чебоксары, зачет. Шибуняев, Тамбов, зачет. Это не все. Крюкова, Москва, зачет. Мишин, Москва, зачет. Лушин, Москва, зачет. Артемьев, Санкт-Петербург, зачет. Желябин, Ленинград, зачет. Богданов, Мытищи, Московской области, зачет. Борисов, город Ефремов, Тульской области, зачет. Веснин, Санкт-Петербург, зачет. Густелев, Ленинград, зачет. Ефимов, Саратов, зачет. Ключ. Республика Крым, Сиро, Владиславка, зачет. Куренкова, Мытищи, зачет. Яндураев, Саратов, зачет. Яковенко, Долгопрудный, зачет. Чушкин, Новосибирск, зачет. Бексимиров, Ленинград, зачет. Вандерс, Эммерих, Нарейни, Германия, зачет. Чуканов, Москва, зачет. Медведев, Ростов-на-Дону, зачет. Котова, Москва, зачет. Габдульбаров, Казань, зачет. Ганенков, Кемерово, зачет. Муковнина, Москва, зачет. Гайденко, город Одинцово, зачет. Давыдов, город Курск, зачет. Чопа, Екатеринбург, зачет. Габдрах, Химов, Казань, зачет. Казанкова, Севастополь, зачёт. Каравайкин, Москва, зачёт. Карасёв, Тамбовская область, зачёт. Графкин, Ленинград, зачёт. Вольпин, Симферополь, зачёт. Лупанов, Псков, зачёт. Мордвинов. Нет, нет, это не вы. Зачёт. Медведев, село Куйбышево, Ростовской области, зачёт. Нет, Колодич Юрий, Минск, зачёт. У нас соединяется спокойно Белоруссия с Россией, без всяких согласений. С Америкой и Австралией. Да, и с Австралией, и с Новой Зеландией. Афимцев, Иркутск, зачёт? Нет. Аршинцев. Да. Написал Попов Михаил Васильевич. Аршинов. Да, Аршинов. Иркутск, зачёт. Гуркин, Уфа, зачёт. Васильев, Санкт-Петербург, зачёт. Иванов, зачёт. Белов, Владивосток, зачёт. Гуца, зачёт. Жакулова, город Астана, Казахстан, зачёт. Авыкибянск, Псков, зачёт. Баранов, Саврополь, зачёт. Гребеньков, Москва, зачёт. Шевихов, Москва, зачёт. Асташенков, Белгород, зачёт. Влад Армстронг, Буэнос-Айрес, Аргентина, зачёт. Меркулов, Арман, Саратов, зачёт. Шавчук, Тюмень, зачёт. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Ну, тоже разрешительного слова, как введения. Причём, собственно, по тому же моменту добавление, что Михаил Васильевич говорил, о характере нашего учёбы здесь. Действительно, знания недостаточно узнать. Узнать или ещё студенты говорят, осознать, что такое познание. Это осознание. То есть некоторые взятия вовнутрь. Дознаватели говорят, дознать. Да. А мы говорим, выразить. И, более того, выразить в понятиях. Я думаю, что слышали вы не раз нашу формулу, не нашу, а гигельевскую. Формулу, которую мы часто вспоминаем. Понять, значит, выразить в понятиях. Не вовнутрь взять его, да, а выразить. Если вы можете выразить в понятиях, вы понимаете. Если вы не можете выразить в понятиях, вы не понимаете. Это ясно и вам самим, когда вы можете выразить. И другим, когда вы выражаете в понятиях, другие понимают, что вы понимаете. А если вы не можете выразить в понятиях, то и не вы не понимаете, и другие вас, понятно, не понимают. То есть очень простой критерий. И мало того, что мы в процессе обучения на это настраиваем и стремимся вас до этого завести, Мы в последние годы пытаемся, чтобы наши слушатели выражали это письменно. Почему? Потому что это ещё более такой уровень серьёзный и форма глубокая, когда человек сам посидел, подумал и выразил это письменно. И вот летом была конференция, посвящённая 200 лет марсизма, и мы второкурсников наших, второго отделения людей, привлекаем на эту конференцию. И вот некоторые из них опубликованы вот в этом сборе. Значит, и дальше мы будем это продолжать. Поэтому ориентируйтесь так, получить своё знание и сформулировать для себя своё знание, чтобы уметь самостоятельно мыслить и, может быть, как-то по-новому смотреть на какие-то проблемы. Или вообще новые проблемы ставить. Значит, что касается зачёта, то я всем поставил зачёт. Двум человекам такая троечка. Но я всё-таки подумал, что можно и поставить зачёт. Хотя, конечно, они не очень удовлетворили меня. Ну и в основном это связано с лаконизмом. Уж слишком некоторые лаконично. Скажем, определение, это вот аристотелевское определение, это гегелевское определение, там определение. Далее, две строчки. Юраги работают. В полюрея двух строчек голова заболела. А вы хотите ещё? Да, да. Значит, ну этого, конечно, мало. Нужно пояснить или сделать там ближайшее движение или перевод к другим понятиям. Или что-то, пример там какой-то. В общем, как-то эту мысль, ну, выразить, сонести с чем-то. А не из лекций там переписал по памяти. Вот запомнилась эта форма. Вот переписал и надо. Значит, да, мне тоже понравились ответы. Мне кажется, с каждым годом, ну, видимо, мы поясняем, что мы ждём, чего мы хотим, и это к нам так возвращается. То есть кратко, по существу, чётко, с пониманием, на понятиях основаны. Поэтому одно удовольствие. Развораться и видно, что человек знает, уже оставить за счёт. Что касается конкретных товарищей. Значит, Бунин, город Маршавск. Зачёт? Зачтено. Бахаев. Новодородина. Новодородинск. Зачтено. Горшков. Каумус, Литва. Зачтено. Высоцкий, город Москва. Зачтено. Башмаков. Москва. Зачтено. Бессонов. Белоярский. Край. А, нет, горло. Город Белоярский. Зачтено. Бородин. Челябинское. Село. Юткуль. Челябинская область. Зачтено. Дзюва. Город Псков. Зачтено. Адамов. Станица. Задона. Когольницкая. Рассовская область. Зачтено. Брюханов. Город Челябинск. Зачтено. Витебский. Станислав. Город Воронеж. Зачтено. Вот его я даже так для себя отметил. Такой выдающийся ответ. И лаконичный, и глубокий, и точный, и с примером хорошим, и удачным. Так. Лечь. Город Каменск-Уральский. Свердловской области. Зачтено. Михайлова. Не указала, откуда она. Зачтено. Кокос. Илья Германович. Город Санкт-Петербург. Зачтено. Песчанов. Мейбурн. Австралия. Зачтено. Львов. Колпина. Зачтено. Карпенко. Город Салават. Зачтено. Овчинников. Город Пенза. Зачтено. Машин. Город Казань. Зачтено. Коптелишин. Коптелинин. Город Сосновой Бор. Зачтено. Мигранов. Екатеринбург. Зачтено. Баронин. Город Зима Иркутской области. Зачтено. Хомутов. Беллингем США. Зачтено. Да, хорошо, молодец. Козлова Ярославль. Зачтено. Буевич. Город Санкт-Петербург. Зачтено. Зотов Александр Владимирович. Уфа. Зачтено. Антонелли. Анна Сергеевна. Город Сидней. Австралия. Зачтено. Ворчанов. Город Медион. Тюменской области. Зачтено. Бакус. Зима Джеральдовна. Москва. Зачтено. Кравцов. Владивосток. Зачтено. Лёвин. Оренбург. Зачтено. Ахтамзянов. Губаха. Пермский край. Город Губаха. Пермский край. Зачтено. Глушенко. Город Сергеев. Посад Московской области. Зачтено. Авдулаев. Ленинград. Зачтено. Так он пишет. Ленинград. Зачтено. Круглов. Москва. Зачтено. Шеломенцев. Город Осеньев. Приморского края. Зачтено. Желнин. Город Ижевск. Зачтено. Алексеев. Город Самара. Зачтено. Митин. Город Ульяновск. Зачтено. Белинский. Воронеж. Зачтено. Спасибо, Александр Сергеевич. Никто не скажете, что слишком много марксистов еще не будете говорить? Нет. Слишком много не бывает. Значит, переходим к ответам наших очных, занимающихся слушателей. Всем добрый вечер. Руднев Прохор Вячеславович. Город Санкт-Петербург. Вопрос номер четыре. Диалектический метод. Во-первых, традиционно скажу, что такой метод есть. Диалектический метод. Метод последовательного выведения одних категорий из других. Данное выведение происходит путем высказывания в отношении каждого предмета, как «а» и «не а» одновременно. Как единство и борьбы противоположностей. Своими словами, да все, что нас окружает, все, что существует, как факт и как некое отрицание. Умный человек, не глупый человек, богатый, не бедный. Диалектический метод применим к абсолютно любому предмету обсуждений. К примеру, процесс обучения, развитие студента, интеллектуально, как личности. Студент уже осознает себя, как некую личность. И в то же время, в процессе обучения он развивается. Изменяется и перестает быть равен самому себе. Становится чуть более умнее и одновременно чуть менее глупее. Поступив на обучение в Красный университет, я уже считал себя подкованным в каких-то вопросах. Однако в процессе обучения я вижу, как был, зачастую все еще остаюсь наивен. Я изменился и в то же время остался с собой. Сегодняшний «я» — это не тот «я», каким был в сентябре и каким стану в мае. И в то же время я по-прежнему остаюсь с собой. Подобное рассуждение является наглядным применением, на мой взгляд, диалектического метода. И неважно, о чем вести разговор. Как только наш взор обращается к предмету, человеку, событию, мы сразу можем определить его как существующий, бытие, и начать выводить его те или иные дальнейшие категории. На практике данный метод применяется для осуществления перехода от абстрактного мышления к конкретным выводам. Самое частое, где мне доводилось его применять и наблюдать, это борьба не против чего-то, а за что-то. Это созидание чего-то нового вместо неясного сопротивления существующего. Спасибо. У меня сразу появился такой вопрос. Не происходит ли деградация в процессе изменения? Было одно, стало другое. Был равен саму себе, а всех неравен. Куда пошло удержение? Какую-то очень важную категорию не использовали? А почему обязательно деградация? Может, все-таки развитие? Не обязательно. Ну, просто неясно у вас. Просто вы не указали, и деградация, и развитие, а лишь бы оно изменилось. А все, разве в этом задача? А вот перестройка Горбачевская не состояла в том, что давайте все изменять. Не важно, вы мне говорите, как изменять. Все изменять, изменять. И он и равен саму себе, он и не равен, что он еще изменяется. А у него цель исчезла? Не надо ли указать? Я глобальную цель, он не обозначил, насколько я понимаю. У вас не обозначено. У вас задача развития стоит, и вы ее как-то опустили. Что такое развитие в диалекте? Что такое развитие? Да, движение от простого к сложному. Да, движение от простого к сложному, или движение от простого к сложному. То есть, идет, имеет место развитие. Конечно, развитие всегда в чем-то неполное, в чем-то несовершенно. Но оно может продолжаться бесконечно, правда? Согласен. Да, так и как вы считаете, можно поставить зачет? Зачет поставить вполне можно, но мне кажется, и категорию существующее, существование, не очень различает от категории бытия. И там, где речь идет о бытии, он говорит о существовании. Тогда как существование – это все-таки категории сущности более развитые. Да. То есть, видите, за преподавателем никогда не угодишь, это звери. Я старался. Спасибо. Спасибо большое. Борьба экономическая, политическая, идеологическая, ядром которой является теоретическое, единство и особенности. Вопрос номер 26. Собственно говоря, как уже говорилось в начале лекции, эти три формы борьбы являются… Как, обедочка, а фамилия вы не назовете свои? Артемьев. А? Артемьев. Артемьев? Артемьев. Артемьев, вот, спасибо, извините, пожалуйста. Так вам зачет нужен? Да, именно так. Я уже и сказал, что зачет у меня уже был озвучен. Но поскольку я здесь присутствую, вопрос уже дали, поэтому озвучил. Он сам сомневается в том зачете. Давайте, если хочется утвердиться. Экономическая, политическая и теоретическая, идеологическая борьба представляют собой не просто формы борьбы, а моменты борьбы за интересы класса. В первую очередь, и наиболее остро стоит вопрос о борьбе за интересы рабочего класса, как наиболее обделенного, как находящегося в самом низу под всеми классами. Это у кого-либо, а в Угуржазии вовсе очень остро этот вопрос не стоит. Ну, наиболее остро с общечеловеческой точки зрения. Что это такое? С точки зрения наибольшего числа людей. Так что это такая же категория числа? Это странная категория. Это классовая позиция большинства людей. Большинство людей годится для того, чтобы выбор проводить. Президентов, депутаты. Как-то это новое. Но рабочий класс является наиболее прогрессивным. Это да. Поскольку он не может реализовать свои интересы без интересов всех остальных людей. Почему он не может? Он может реализовать свои интересы, реализовывая свои интересы. Реализовывает интересы остальных людей. А вы это формулируете так, что он ничего не может. Он может реализовать свои интересы только с интересами других людей. Но не может реализовать свои интересы без интересов других. Да опять у вас он не может. А я предлагаю вам взять форму, что он может реализовать свои интересы и тем самым улучшить положение всех других трудящихся. Вам не нравится такая? Нравится. А что вы, видно, думаете? Но одна другой формулировки не противоречит. Вы не можете никак сдать зачет. А Александр говорит, что он может сдать зачет. И очень даже хорошо. Какая точка 3 нравится? Его или моя? Он не может сдать зачет. Без того, чтобы ответить на вопрос. А может, он может сдать вопрос, а на все ваши дурацкие вопросы ответят. Что такого? Человек какой-то наступательный должен позицию занимать. Вы против наступательной позиции? Марфин предполагает? Если это передовой класс, он должен быть в атаке, в борьбе. И говорит, мы ничего не можем. Товарищи, давайте это все закроем и разойдемте. Нет, здесь в данном случае следует формулировать наоборот позитивно. Мы можем реализовать свои интересы, но только в том случае, если будем реализовывать интересы других в том числе. Почему только в том случае? Если мы будем реализовывать свои интересы, мы тем самым реализуем интересы других. Они просто только в том случае, прямо в случае, нам один нашли. В любом случае, если вы реализовываете коренные интересы передового класса, он передовой, вы реализовываете интересы в других трудящихся классах, а вовсе не всех людей, ну как вы интересы буржуазии реализовываете ничего подобного, вы не отнимаете средства производства, а вы злодей. Вы насознаете, что вы злодей с точки зрения буржуазии? Хотите, у меня завод отнять? С точки зрения буржуазии как класса? С точки зрения моего, не как колоссал, я один буржуа, и вы у меня хотите средства производства забрать и заставить меня трудиться как простого рабочего. Так вы у меня враг. Мы это и не отрицаем. С идеологической позиции враг. С классовой позиции я делаю враг. Классовый враг. Классовый враг как представитель класса. Вы собираетесь испаркуировать капиталистическую позицию? Да. Ну, так вы, значит, классовый враг враги. Но не отдельных людей. Дерипаска как на вас смотрит, если вы не отбираете его? Как на врага, разумеется. Продолжим врагу Дерипаска возможность выступать дальше. Дадим. Теоретическая борьба – это научное выражение, обоснование интересов рабочего класса. Соответственно, распространяясь, пропагандируясь среди рабочего класса, среди трудящихся классов населения, такая борьба приобретает характер идеологической борьбы. И в своей высшей форме, форме агитации, эта борьба переходит в политическую борьбу. То есть, у нас переходит… То есть, высшая форма – это агитация. Главное, ничего не делать. Высшая форма – политическая борьба. Агитация – это, собственно говоря, призыв к немедленному действию. Причем к сознательному действию. А само действие не важно. Само действие важно, но оно является не теоретической борьбой уже, а вполне конкретной борьбой политической. Да. Так что выше – действие или призыв к действию? Ну, собственно говоря, я к этому постепенно и подхожу. Высшая форма именно теоретической борьбы – это призыв к действию. И этот призыв к действию должен привести, собственно говоря, к высшей форме борьбы – к политической борьбе. Ну, а насчет того, что это форма теоретической борьбы – призыв к действию, это сомнительно. Как это, теоретическая борьба? Она выясняет интересы класса, кому что выгодно, что он должен делать. А призывать – это вопрос агитационный, это вопрос агитации. А пропаганда в чем состоит? пропаганда состоит в том чтобы распространять знания графкин олег николаевич определение графкин графкин да граф кин графкин олег николаевич определение определения философского это качество которое есть в себе в простом нечто и которые сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто с ним бытием вот могу еще дать определение методы можно да а что это значит что значит вы или в нем быть и как вы это понимаете в нем году до этого мы знали какие категории быть и в себе и быть и для иного бытие в себе это равенство с собой бытие или иного это неравенство с собой что нового тут вы сказали когда говорите в нем бытие в отличие от в себе бытие но эта разница заключается в следующем в себе бытие и бытие для иного они находятся два противоположных момента в себе бытие соответственно борется с по своим противоположным моментом и поскольку это происходит обнаружит не обнаруживается а у держи удерживается с помощью в себе бытие от того чтобы не перейти бытие для иного с помощью таким образом что возникает новый вот этот момент в нем бытие это позволяет удержаться в себе бытие от перехода бытие для иного и например а получается что бытие в нем бытие это уже позиция которые извне то есть это для если то есть сказать что в нем быть и это в себе бытие правильно будет но это входит куда в нем входит удерживать в себе да в нем входят во себе бытие или филе быть и входит во в нем быть и себе в пути не входит минут все вытие входят в нём быть и на но а значит этим подчеркивается то есть можно сказать что это все то же самое в себе быть и который берется как что? Как отрицание. Не просто берется, которое фактически есть, отрицание. Бытие для иного. Да, очень хорошо, все правильно. Потому что в себе бытие не разделено, не отделено от бытия для иного, а оно переходит в это бытие, оно не просто переходит, оно при этом от него отмежевывается, так сказать, оно его отрицает, поэтому оно в нем бытие удерживается. И вот это удерживание того, что является определенностью, это же качество удерживается, качество, которое есть в себе. Вот такое качество, которое удерживается в изменениях, это определение. Такое качество, которое не удерживается, не определение. Если хороший человек, то он хороший и вчера был. А если он сегодня хороший, аж на их зачете, а вчера и позавчера и завтра плохой, то это не определение тогда человека. Да, значит нельзя слушать. Вот это вот как раз такого рода соображение было бы интересно всегда получить, когда вы берете категорию, как вы ее понимаете, вот эта категория определения. Определение — это не любое качество, а такое качество, которое сохраняет свои изменения. Вот коммунист — это такой человек, который, когда все хорошо, он коммунист. Когда социализм, когда есть товарищ Сталин, когда в партиях, когда все распределение по труду, все хорошо. Как столько ветра подули, противоположные, он перебежал на другую сторону. Значит, он по определению коммунистов или просто по форме? — По форме. — Вот Владимир Владимирович говорит, я билеты тебе сохраняю. — Зачем? — Ну, для формы. — Для формы. А взнос это не уплатил? — У нас кто-то не уплатил, и все. — Три месяца. — Ты же годность урана на денежку с аркидой? — А? — Нет, это его годность, если вы помните. — От имени государства. — Как партии Прованская. — Так, ну что, можно рассказать за счет? — Можно. — Все, спасибо. — Веснин Егор Евгеньевич. — Веснин, да? — Да. Вопрос номер 20 — становление и снятие становления. — Так. — Значит, нужно начинать сначала. А началом является чистое бытие. И вот это чистое бытие мы и рассматриваем. Так как в нем нечего созерцать... — Это кто это? Вы себя называете? Мы? Мы это кто? Вы из Гейгер? — Хорошо. Просто рассматриваем. Все. Кто угодно может это рассмотреть. — А, вот так. — Присутствующие. — Не только присутствующие. — Нет, я просто уточнил, кто мы. — Рассматривать — это чистое бытие. — Нет, допустим, вы с Валерием Александровичем Мордовиным. Мы уже сразу напряглись. Как нам поступать тут? Что ставить? Просматривайте, рассматривайте. — Рассматриваю. В нем нечего созерцать, нечего мыслить. Оно само вот это пустое мышление. И, соответственно, оно чистое ничто. — А почему в нем нечего мыслить? Вы же мыслили. — Ну, чистое бытие без дальнейших определенностей. Без дальнейшего определения. — Если чистое бытие, значит, есть, кто в нем мыслить? Вот вы есть или нет? Или нечего мыслить по поводу того, что вы есть? Если у вас нет, так и нет. И правильно вы тогда не выходили сюда. Если у вас нет, зачем вам сюда выгонить? Такая иллюзия того, что вы есть. Вы на самом деле есть, а вы потом говорите, если я просто есть, то у меня и нет. — Вообще ничего нет. Как-то нелогично. — Чистое бытие, да, без дальнейших определенностей. — И кроме этого нечего сказать. Кроме этого нечего. А у вас получается так, вот я есть, но нечего сказать. — Кроме того, что оно есть, о нем сказать больше нечего. то есть вы дальше пошли то есть вы пошли дальше искать что еще можно сказать а больше ничего сказать если вам нечего больше кроме бытия да да зачем то есть если вам нечего сказать сейчас все к чистому ничто так вот чистой бытие без дальнейших определенностей это о нем ничего больше нечего сказать нечего созерцать нечего мыслить соответственно оно чистое ничто перешло чистое бытие перешло чистое ничто теперь нужно рассмотреть чистое ничто нам всем всем да проголосуем кому нужно никто не поднимает быстро быстро проголосовали они сами ответят за себя рассматривается чистое ничто ну рассматриваете его отчет выйти нужно там кому-то как это в сторону не надо уходить хорошо выкачивали рассматривался в руках не что и рассказывайте про нее а мне нечего про него рассказать кроме того что она есть как же нечего когда вы только что сказали что она уже есть только как больше наоборот раз мы ее выдержим в руках вот у вас не что значит она есть хочу вы такую простую мысль так вывернули что нам нечего сказать про илья кроме того что она и а не надо нам нам хватает того что она есть ничто значит есть бытие так и что перешло бытие не перешло простую мысль вывернули так вот даже не хорошо мне даже не хорошо стало сейчас думал так есть есть это очень важно одно дело зарплата другое дело и нет зарплата зачет одно дело есть было уже почти надо защитить за счет так ну и вывод какой соответственно чистое ничто перешло бытие да но уже не в чистое а просто бытие потому что она имеет себе вот то что было то что было до предыдущие а так как так как чистое ничто и чистое бытие перешло в чистое ничто соответственно и бытие в которое перешло чистое ничто тоже переходит не что и мы получаем переход бытия в ничто и не что в бытии а вам вот это вот какой выражение движение и исчезновение загрузить вот это вот туда ходит ходит туда переходит сюда переходит никак места найти не может себе ночью не спится туда, ходит сюда, на кухню пойдет, холодильник откроет, обратно придет. Каждый из них исчезает в другом. Движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Тянет на то, чтобы это сформулировать. Это что-то новое. Движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Вот его называют. Оно называется восстановлением. Вот ждал Александр Сергеевич, когда вы дойдете до этой точки. Согласен, поставить вам зачет. Спасибо. А я и раньше был согласен. Значит, Мардвинов Евгений Николаевич. Пока что у меня намечается зачет, но еще это не поздно дело поправить. Это положение? Нет, я надеюсь, что я защитусь. Не замечаете, все правильно. Как тот, что сказал предыдущий докладчик, становление, то есть движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Тут нужно обозначить, что это два противоположных момента. Что значит обозначить? Какие-то значки сейчас поймут. Не-не-не. Это значит, что будет серфом, а что молотом. Или вы как хотите обозначать? Движение... Птичками, седичками, чем как? Ну так умозрительно. Ну сейчас вот годы обозначают то свиньей, то собакой. Я не знаю почему, но почему говорят, это по японскому, а мы же не японцы. И все равно у нас продают это, зачем-то обозначают. Вам нравится это? Ну, неудачное слово, хорошо. Ну вот такая вот. А у вас удачное обозначается? Ничего тут не обозначается, никаких значков тут нету. Откуда вы взяли обозначается, у Гегеля нет? Мы с Александром Евгеньевичем такого не говорили, тоже. Откуда вы взяли это? Это интерпретация. Это вам интерпретация? Да, да. Это вы хотите сказать, что это вы специально интерпретируете, что вам поставили зачет? Нет, я пытаюсь ответить на девятнадцатый вопрос, чтобы получить зачет. Ну если вы так будете отвечать, то как же вы получите зачет? Если у вас вместо... Вот вам же Александр Сергеевич сказал вначале, в понятиях выражаетесь, а вы значки какие-то придумали. Ну так, в становлении есть два. Противоположные движения, они называются моментами. То есть два момента есть, они противоположных. Вот, то есть прихождение, это движение бытия к ничто. И возникновение, это движение ничто к бытию. Как это ничто к бытию? Ну увы, бытие. Если это исчезновение, то оно не к нему идет, оно прямо в нем исчезает. Раз уж исчезновение, да вы держите. Нет, я говорю возникновение. Возникновение, это движение ничто, бытие. а так как эти два движения противоположных эти два момента они друг друга получается друг друге исчезают и само установление она тоже исчезает и происходит снятие логический переход не видим логического перехода на слово мы не верим хорошо исчезает одно другое что где переход перехода пока вы не рассказали кто сейчас верит на что кто сейчас верит кому подумайте сами движение переход как там произошло-то переход я пока не вижу переход ну исчезает пусть и исчезает нам не жалко исчезает ничто пусть и быть и вечно ну как вот кипит у вас на котелок вода кипит себе и кипит кипит и кипит с одной стороны кипит с другой стороны лечение пока не выжили не мысль как мы живем с от одному понятие другому или в другой как вот вы пришли как вы можете ответ вот теперь прийти как какое движение приводит вас к снятию где потом не видим но они друг друга исчезают это получается получается это беспокойное единство битой бытия и ничто вот примерно происходит снятие показали а где снятие как снять но в момент исчезновения одного в другом момент исчезновения одного в другом означает что это становление больше ничего вы это одно и то же повторяете многократно это в этом и состоит становление вы застряли на становлении давайте так попробую так так как это беспокойное единство соответственно это понятие сложное потому что но единство может множество насчет обеспокоено и множество при его исчезновении но множество множество ну два это уже больше одного значит это уже сложно нас уже множество вот и при его снятии должно снять вот мы слышали в вашем изложении восстановление беспокойное единство бытия ничто себя отрицает это вы говорили да но раз отрицает себя в чем состоит отрицание становления так скажите а вот в это не разворачиваете понятиях а вы стали заверять заверять что она исчезает заверять что она снимается сейчас кто верит на слово кто сейчас верит на слово что вы говорили по формам воде а мы нет что такое момент до движение внутренние внутренние движения по понятию это то что не есть без другого в данном случае момента 2 бытия нет без ничто ничто нет без бытий но их движения через их движения друг в друга и разъясняется становление вы не хотите это движение сделать и дальше вот так вот что вот вы сказали что те переходят не что они что приходит к себе есть возникновение есть становление становление есть единство возникновения прихождение как совершается переход лучше говорить не переход так и мы же не станет задачу на поводу периода во что переходит категория он переходит в в наличное бытие откуда мы это сначала вы должны показать что это что-то такое а потом уже его называть это не покажет спокойная простота она уже как получили как спокойно как простоту пожалуйста оба но у нас бы было два момента не сложные а после снятия вот осталось спокойно простота как противоположен что ли снимал как так вот ли снятие вы же ты покажись как они сами снимают себя а вы после снятия как будто вы это снимали, или вы, Александр Сергеевич, снимал, или я, а вы пришли после снятия, и видите, все спокойно. Зачет после снятия, это что? Снимали. Что сейчас идет снятие? Нистерпел. Это что такое? Это утверждение, и одновременно ваше отрицание. Потом вы скажете, это не я, это картинка. Но вы почти вот тут вот где-то находитесь. Вот вы сказали, что становление отрицает себя, да? Да. Отрицает себя. А так вы можете сказать, в чем выражается отрицание становления? Вот вас, вам принесли на стол становление. Это беспокойное единство, бытие и ничто. Да. В чем состоит отрицание беспокойного единства, бытие и ничто? Скажите, пожалуйста. Вы можете применить категорию отрицания, вот к этому беспокойного единства. Ну, мы отрицаем то, что мы беспокойно. Мы не отрицаем. То, что мы ничего не отрицаем. Мы все это спокойно смотрим. Вот мы, Александр, и смотрим, как вы пытаетесь что-то отрицать. А мы не отрицаем. А вы, если вы говорите, мы, вообще вы, мы не можете говорить, что вы один. И нас не надо себя подвергнуть. Речь идет о том, что происходит с этим становлением. Становление. Становление. Но происходит отрицание его беспокойства. Вот, происходит отрицание беспокойства. Вот это хорошо. Становится спокойно. Вот. Правильно. Совершенно. Вот. А так как это было единство, то бишь, соответственно, такое-то множество, мы отрицаем множество и становится простота. Немножество, а поскольку их было два момента, остается один. Просто отрицание произошло. Их разность. Отрицание двух. Да, их разность исчезает, теперь один. А вы там множество, и уже тогда вы пошли куда-то далеко. Не надо от этого предмета простого уходить куда-то в очень сложный. Вот, теперь получается спокойное получилось и простое. А спокойное и простое, это что? Это наличное бытие. Нет. Спокойное и простое, это то новое, что есть. Сначала, вот оно есть. Сначала есть бытие. Но какое бытие, нечистый же? Нет. А какое? А вот тогда и наличное. Вот только теперь, что оно у нас на лицо. А не только теперь можно новое название. Можно поставить зачет или не для? Да, надо поставить. Господи. Что вы, какой-то были прямо максималисты, теперь либеральный какой-то, который я не знаю, вам за товарища козелка? Правильно, он зайдет. Спасибо. И перерыв. Перерыв. Следующий. Правильно. Подорогу вас. Абдулаев. Абдулаев. Камиль Шамильевич. Значит, вопрос, понятие политическая партия. Значит... Просто другие боятся к серьезным политическим вопросам подходить. Они это на уровне ничто. Попытаются это уже. Значит, политическая партия, значит, понятие политической партии, оно, как всеобъемлющее и, включая в себя... Всеобъемлющее? Ну, включая в себя очень много... Компот, и компот туда входит. Очень много включает в себя понятий. Нет, подождите, вот есть такая очень строгая категория. Всеобщая есть, особенно единичная. А всеобъемлющее, это совсем другое. Всеобъемлющее. Вот если это всеобщая категория, это другое дело. Всеобщая, понятно. Вы лучше расскажите, не какая это категория, а что это такое? Партия, политическая партия. Нет, сообщество людей, объединенных какой-то общей целью. То есть идем пить пиво? Общее понятие партии, это сообщество людей, даже... Это понятие политической партии или понятие партии? Нет, понятие партии. А зачем нам понятие партии? Потому что я хочу... Хорошая партия, у вас есть жена? Есть. Ну, это отличная партия. Но, соответственно, понятие партии... Нам не нужно понятие партии, мы не спрашиваем. У нас понятие политической партии. Все остальные вы можете рассказать кому хотите. А нам только вот про это. Про политическую партию. Мы у нас очень узкий, в сферляции, в очень неширокий простор. Значит, политическая партия, это авангард класса, авангард общественного класса, который, соответственно, борется за власть этого класса. А что, может быть, авангард, который не борется? Нет. Что делать, авангард? Вам слова авангард недостаточно, что же? Что еще надо прибавлять, что он борется? Нет, он должен, он должен однозначно бороться. Вот, если, допустим, есть солнце, еще и некоторые говорят, ясное солнце, потому что некоторым неясно, что это ясное. Богатырь обязательно сильный. Значит, наводят классы, которые борются за власть. Зачем вам, если это... Есть такие классы, которые не борются за власть, что ли? Есть такие классы? Нет. Ну, нет, вообще есть такие классы, но они не находятся у власти. Вы хотите протащить длинное определение партии сюда, потому что вам легче запомнить или, наоборот, короткое? Нет, ну, лучше короткое тогда, значит, авангард класса. Это вам не нравится, что ли? Хороший? Отлично. Ну, а что тогда вы хотели тут как-то так всех раздвинуть и что-то такое привнести? Просто хотел объяснить более авангард класса. А вот дальше, исходя из этого определения, все и объясняется. Если это авангард класса, авангард – это что такое? Это передовая часть... Нет, не часть. Передовая, наиболее сознательная... То есть, не часть. Не часть. Если часть, получается, что вот скажем, авангард, только из рабочих состоит. Это неверно. Нет, нет, да. А потому что партии – это соединение социализма с рабочим движением, да? Здесь уж точно будут, кроме рабочих, еще и нерабочих. Правильно? Если это авангард. Если он эту задачу решает. Поэтому часть здесь не подойдет. Хотя, формально, там, само слово «панат» – «часть». Это часть, конечно. Но вот авангард... Это у нас берут, дают английское. На самом деле, это идет от греческого «парс» – «рот». Так он от греческого не знает, а знают. Ну, так они не знают. А мы-то знаем, мы люди грамотные. Да вы-то грамотные. И разъяснили это в книге специально. Вот. Вам разъяснили книги, а вы все равно начали добавлять к этому все. Авангард класса. И, естественно, авангард борется за политическую власть кого? Свою или класса? За политическую власть класса. О, это очень важно, правда? Конечно. А есть такие партии, которые за свою власть борются? Ну, конечно, есть. Тогда они не политические партии. Они... Вот поэтому Эфленин называют так, как группа или катерия в Буржуазии, которую возьмем политическую затевает. Просто сырое движение какое-то. Да, а на самом деле... Или они, так сказать, представляют собой некоторое обрамление. Ну, например, пример нашего парламента. Соответственно, там, находясь различные партии, там находятся, соответственно, они не борются за... Почему вы думаете, что они различные? А чем они различные? Ну, хотя бы в названии. А, названием различаются. Да. И они, соответственно, не осуществляют борьбу за власть. Как это они осуществляют? Осуществляют. За удержание они существуют борьбу. А разве удержание не есть борьба за власть? Не удержишь, так и все. И пропало. Да их никто оттуда и не снимает. Как никто не снимает? Вы уже вот тут со своим Красным университетом уже подошли. Только подошли, но не очень близко пока. Ну, они заранее готовятся. А вы тоже заранее готовитесь. А еще политическая партия – это именно инструмент политической борьбы. Класса. Ну, то есть... Вечох, вы чего нового сказать? Вам слово «вангард» слабо показалось? Инструменты, вроде отвертки. Ну, что такое слово «инструменты»? Какое-то механическое такое понимание. Авангард – это передовой отряд. Вам передовой отряд не нравится? Перевожу на русский язык. Авангард. Аванг – это передовой. Гаат – это охрана, да? Передовой отряд. А вы хорошее такое слово «передовой отряд» заменили на какой-то инструмент. Скальпель? Или что? Отвертка? Лопата? Ну, просто... То есть копать надо в политике лопатой. А которой лопата является партия. Высшая форма классовой борьбы является борьба политическая. Соответственно, чтобы осуществлять политическую борьбу, нужно осуществлять какими-то средствами, инструментами. — Почему инструментами-то? — Ну, не инструментами, а как… — Ну, для того, чтобы осуществлять борьбу, надо иметь передовой отряд. Что-то это плохо, что ли? Какие-то инструменты. Что-то вы отбрасываете борьбу классовую и берёте что-то, где-то ковыряется тот самый… Это как будто он подходит, что-то не открывается дверь, а начинает ковырять каким-то инструментом. Это что, борьба за власть такая странная? Зачем вы так изображаете эту классовую борьбу? — Кто это вас учил так? Александр Сергеевич, вы так учили? — Я не учил так, но он хочет пояснить это. — Так он хочет затемнить? — Нет, пояснить. Он про авангард сказал, а теперь хочет… — Ну вот сказал авангард. Я бы на вашем месте вот сказал авангард и молчал бы. И всё, и дайте мне зачёт. И вам бы поставили. — Я хотел развернуть. — А вот понимаешь, вот что-нибудь развернёшь не туда, иногда нужно просто… — Молчать, да. — Сказал авангард класса, кто против? — Никто не против. Ставьте зачёт, всё. Ну то есть можно даже не говорить, но нам деваться-то куда? Ну куда мы можем деться с этим? — Сказать, что не авангард. — Ну это средство, конечно, может сказать, что… — Средство, да. — Есть партия, есть средство. — Средство – это высокая уже категория. Средство – это средний термин, среднее. То есть кроме класса нужно ещё что-то такое, что, так сказать, является средством взятия власти, да? — Да. — Только нету партии. — А инструмент? Инструмент – средство, но не всякое средство, а инструмент. — Средство. — Согласен. Значит, политическая партия является средством класса для достижения, ну для взятия власти в свои руки. — Соответственно… — Хорошо. — Ну что, можно посадить? — Шихин Евгений. — Шихин? — Шихин, да. — Ага. — Вопрос диалектика и формальная логика. — Ну что, папа у вас нету? — А? — Папа нет. — А? — Папа нет. — Спасибо. — Папа есть. — Папа. — Не, ну на любом случае есть, поэтому… — Ну да. — Ну, диалектика – это наука, о противоречиях. Вот. Диалектический метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого объекта. — Надо вставить, да, сейчас. — Ты сейчас что-нибудь скажешь пока? — Может, хотел развить мысль? — Да нет. — Да нет. — Да нет. — Уже не передумал. — Вот. Ну, современное понимание диалектики – это… Гегелевское понимание диалектики высказано им в науке логики системы категорий. — А ленинское понимание диалектики не современное? — Ну, современное, да. — А вы сказали Гегель. — Я говорил, кстати. — А у Ленина как у Гегеля. — А Маркса, они тоже не Гегель? — Тоже Гегель. — Тоже современное. — Ну, ладно. Ну, на этом давайте остановимся. Спасибо. — Михайлова Дарья Николаевна. — О. — Ясно. — Понятие коммунистического движения. — Какого? — Коммунистического движения. — Коммунистического. — А? — Коммунистического. — Коммунистического. — Это рабочее движение, осознавшее свои коренные интересы и борющиеся за них. — Это точно. — Какие не слышно? — Это замечательная прорывка. Слушайте, возьмите это уважение, и будет легче у вас. Объясните, товарищ профессор. — Коммунистическое движение — это рабочее движение, осознавшее свои коренные интересы и борющиеся за них. — О, как красиво. Сюда его. Ставим за счет, да? — Все. — Тем более, что я ее уже поставил. — А он уже поставил. — Хорошо. — Может, ничего не говорить дальше? — Ну, а почему мы говорим движение? — Нет, теперь можете свободно говорить за счет поставки. — Чем отличается партия от движения? — Ну, вон валит, вон валит. — Я знал, все надо закончиться. Вот надо было вовремя уйти. — Надо было бежать. — Договорились на один вопрос. — А это уточняешь. — Ну, это не уточняешь, а утопляющий вопрос. — Да. — Чем отличается? — Да. — Причем мы говорим движение? — И что такое движение? — Чем оно отличается партия? — Вот одно дело — человек в партии, а другое дело — он в движении. — Потому что конечная цель — не что? — Да. — Лишь бы двигалась. — Да? — Ну, так самое понимание. — Да. — О, а так Барышейн понимал. Это называлось ревизионизмом раньше. Конечная цель — не что? Движение — все. — То, что в партии человек посвящает всего себя, свою деятельность, жизнь партии и борьбе за коммунизм. — А в движении? Вот идёт движение, он пристал к нему, подвигался там пять километров. — Это если есть движение. А есть был значок такой. — И отошёл. — Пятьдесят лет пребывания в КПСС. Маленький такой, крупный. — А потом в новые дни. — Пребывание. — Пойдут дальше. — Человек путеев в КПСС. Пятьдесят лет. — Понятно? — Да. — Пятьдесят лет пребывания в КПСС. — На некоторых путешествиях участие в конечной цели. — Ну что, можно поставить за счёт конечной цели. — Так уже поставлено и вами, и мною. — Спасибо. — Михайлов Игорь Алексеевич. — Из бумаги. — Так. — Ну, я брал термин «экономизм», рассматривал. Значит, термин «экономизм» означает отказ от политической борьбы и ведения борьбы экономической исключительно. Берётся он начало в конце XIX века социал-демократической партии, которая считала… — Как-то это непонятно. Слово «сведение» означает, что, в конце концов, всякая борьба сводится к борьбе за экономический интерес. Это разве неправильно? — Введение. — Сведение. И ввести. Или вывести из экономических интересов всякую борьбу. Это всё расцветает тогда. Из экономической борьбы ввести политическая борьба, и теоретическая борьба, и идеологическая борьба. Правильно? И двойная борьба в чём состоит? Пропагандировать то, что выгодно рабочему классу. — Агитировать то, что выгодно рабочему классу. Политическая борьба – взять власть. а ведь слово сведения как раз выведение или сведения все сводится к этому вот можно сказать что основной постулат исторического материализма сведения всяких настроечных процессов к экономике можно так сказать можно так сказать можно и как он говорит это все свистил какой-то очень нужно выкарабкаться его притапливать а он все равно теперь придется ставить у людей которые на этот вопрос отвечают я понял упрощенный подход потому что это такая простенькая категория поэтому но многие его взяли сдающие зачем-то причем просто как раз сведение к экономике вопрос закончил вот скажем если ведется политическая борьба она ведется за экономические интересы правильно да для начала человек должен об этом не забывать или человек скажем вот скажем начинает при капитализме борьбу за улучшение жизни потом наталкивается на то что при капитализме сильно не улучшит жизнь естественно борьба экономическая борьба а она пропадает при этом экономически не она про взрыв продолжаются а вот привив переходный период борьба за улучшение жизни рабочих продолжается и на месте но конечно проントали создание дляなんです продолжается в полном пом Congrats будет борьба за экономический интерес продать конечно а в чем будет экономические интересы всех членов общества рекомендует экономические интересы полное всестороннее развитие когда всех членов общества романов алексей николаевич я тоже взял бы вопрос экономизм но и не читаю что он простенький для меня он был интересный на пойдемте брать зиме значит экономизм тоже романовы уже берут вопрос экономизма как предыдущий докладчик сказал что это оппортунистическое течение социал-демократической партии конца 19 начала двадцатых веков значит основной документ который является крым так описанием вот этого понятия это является кредо пусковой где да там по мне екатерина александровна которая описывала что имелось ввиду они вот там с ней еще ряд товарищей они трактовали учения маркса и энгельса о том что рабочие заниматься должны только экономической борьбой а либералы политической именно их разъединяя что не люди делают историю а экономическое развитие делают истории люди в нем являются просто производственные с контакт субъектом которые как бы в течение этого дела там живет значит основная как бы борьбу вел с этим пониманием с этим понятием это ленин основной труд у него был про это делать его книга что делать и отдельно он еще писал и никто его не поддерживал один но он основной но после этого там в 903 году был второй съезд рсд рп где как раз вопрос этот решался и как раз экономить те кто были за термин экономизм они были против того самого главного постулата о том что рабочие должны также вести политическую борьбу создавать партии и главным диктатуры пролетариата по программе были расхождения как на втором сети или все единогласно приняли не было поле разные просто те как раз экономисты либо просто делились либо как раз стали меньшевиками последующие камени по параме не по программе что вот одна из этих вопросов то прошло деление на большевиков и меньшевиков большевики и диктатуры пролетариата основной вопрос не было тогда еще меньшевиков и большевиков когда решался вопрос на диктатуре пролетариата когда решался вопрос о программе не не было никакого деления на меньшевиков и большевиков после него этого я вас и спрашиваю не после него это вот когда появилось деление по какому вопросу тоже обсуждавшемуся на свете появилось деление на большевиков и меньшевиков политическая борьба и основной постулат диктатуры полетариата по какому пункту повестки дня не скажут почему не скажете секрет то есть вы знаете на не скажете не скажете потому что не знаю но без наказания тогда не получается как то вы не знаете готов понести вот он экономизм человек не знает различия между меньшевиками и большевиками как нам быть если мы но это уж тонкие вопросы ничего все тонкие он не различает не различает то меньшевик то большие ничего себе но кто-то нас может выручить товарищи устав партии большевик он в партии а меньшевики они вот учитесь поддерживают сочувствовать движение но вы имеете ввиду что большевик он должен именно политическая борьба и не просто всех принимать там независимо от этого и так далее расхождение было по пункту устава кого считать членом партии но вообще-то а вы кого считаете членом партии вот сейчас кого считать членом коммунистической партии много раз в движении движение там движение вот товарищ отсюда тоже движение идет сюда тоже движение он все все находится в движении а в партии кто кого считать членом партии вот тут и так есть вызов за позицию мартова или за полицию ленина прошли марта как раз то было или вы скажете скажите мне в чем позиция ленина в чем позиция партии мартова я вам скажу кто кто должен говорится не только лица теорийной практикой доказывать свою привязанность туда как есть свою привязанность вот если я доказываю свою привязанность чему-нибудь я тогда член партии практикой прав теории практикой то есть выхожу и гуляю по непскому почему вы можете знать применять свои знания на деле я и меняю вот выхожу если кто и говорю я вот могу отвечать на разные вопросы хорошо как гулять по марксизм народ сразу все в сторону как гулять по марксизму я понесу как мы же говорим о теории к практике и применение на практике теорию на невский буду ходить искать то есть вопрос по марксизм народ будет сразу разбегаться образовое движение согласно как-то спасти кто спасет какой-то должен быть один незачетно не надо спасти товарища вот товарищ у него перспективы есть не хотите спасти пойдем вместе на дно чем крик не хочу спасать пусть утонет а я бы стоят стоят вот товарищ он он ближе всех подошел в чем разногласия между мартовской формулировкой и ленинской формулировкой пункта устал считал что член партии должен как бы во первых состоять в партии полностью что значит состоять в партии состоять партия ни о чем не говорит вопрос и и так и это считать членом партии это считать членом партия вот какое условие за состоять может выполнять какие-то функции работать работа я работаю где сама ставили чего важны с рабочими вот партийной организации в одной из организаций партии то есть обнаружилось что у нас большинство товарищей на меньшевистской позиции стоит а еще большее большинство не знает на какого-то поиска стоит на большевистской вы говорите легкий вопрос вопрос а легкий ответ тяжелый это вопрос исторический написано вот в любой откройте там учебник даже плохой там написано что разница разделились большеви на меньше 22 течение разделились на большевиков и меньшевиков не по программным вопросам по программе все проголосовали все как надо за диктатуру пролетариата и так далее а потом разошлись коренным образом по вопросу о членстве партии и специально ленин говорил что так мы можем каждого тогда профессора считать членом партии который иногда помогает чем-то партии вот мы иногда помогаем чем-то через красный университет надо нас считать членами партии мы еще средствами помогаем участвуем в партийной организации мы но мы в организации состоим учим дела эти мы не состояли в организации со стороны помогали это ни наше ученство партии были бы члены а по статель нам со стороны помогают несостоящие партии про это другое дело сочувствующие партии так что это вот серьезный недостаток вашего ответа предлагаю осудить товарищ демонстративная порка и отпустить благодаря ему мы выяснили на позицию либерализма густелёв юрий александрович густелёв юрий александрович да поскольку зачет уже сдан разрешите другой другой вопрос рассмотреть 25 в чем состоят интересы рабочего класса с чисто практической точки зрения потому что недавно был разговор с женщиной которая является швеей на заводе тойота и немножко было нас между ней разговор о том какие условия труда вообще существуют на данном предприятии рабочий день 12 часов рабочее место заключается в том что стоит станок на который нужно давить но там по всей видимости они ну достаточно работают рабочая неделя у них шестидневка и кто хочет заработать соответственно больше тот работает на износ то есть платят сверхурочные да оплачивают сверхурочные но она но и вот ну как-то у них 12 часов первый день 8 часов сверхурочно свыше восьми часов до полуократным потом еще двукратным ну по всей видимости соблюдается но 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 там там же там же необходимо каким образом это все представлять то есть 12 часов первый день на следующий день 12 часов уже не работают вот а у них идет и 12-часовая работа 60 получается а у нас ну не больше 40 до 20 часов в двойном размере ну здесь меня больше интересовали сами условия труда условия труда хватает на детей это не условия труда это тоже условия труда как условия это есть материальные условия при которых совершается труд но это одно из условий как так вот если вы разговаривали интересуетесь выживут медленно просвещаем сидеть что даже если вы разговариваете с кем-то ну хоть выяснить на самом деле как каких условиях люди живут точно выяснить это же очень важно вот например эту башню делали там тоже такая же история я спрашивал башню которая стоит в лаксе ничего там все хорошие не собирались платить дескать хотите много получать больше работаете как больше они выходят за 40 часов и получается больше работают а должно быть значит сначала первые два полтора раза как товарищ нам говорится и дальше вдвое а вдвое не захотят тогда может быть или привлекать а поскольку вы или не просите не требуете ну давайте работайте но если кто умрет ничего из Таджикистана приедут из Таджикистана у нас он за воротами говорят у нас маленькая безработица там четыре с половиной было будет пять с половиной прогноз очень маленькая особенно вот если в нее попадешь вот мы с вами попадем нам будет приятно узнать что она маленькая если мы будем вы безработные я безработные вас возьмем и втроем сядем и шапки положим и чтобы не скучно было чтобы организация была без работы дайте нам копеечку ну так вы все сказали что хотели то есть имеете ввиду что вы можете сказать свое оправдание подождите вы не дали ему вообще сказать так и будет в жизни так никто ничего не дает продолжите пожалуйста в политике вы же все ребята вот тут товарищи это борьба это неуклонная борьба это преодоление ну так преодолевайте почему он не дает я вот сижу молчу а вы молчите тогда на вас начинаем мы наваливаться если вы нас не бьете мы вас бьем а как может быть еще мы то вас бьем за то что вы еще недостаточно знаете марксизм а вы за что нас хотите бить мы вас не бьем отвечайте были сами сказали я тоже все ответил у меня уже зачет я человек свободный но и давай другими свободно и навалились вообще вы ничем не рискуете поэтому мы на вас и навалились так может человек рискует так мы на него не нападаем логично ну давайте еще какая-нибудь идея у вас есть где ну чем закончился разговор в обучении большой я завел разговор о профсоюзе то есть профсоюз я так понимаю у них не действует или они не хотят с ним каким-то образом активно сотрудничать формально у них есть да и были неоднократно может быть там один или два раза случае когда работников увозили с производства больницу вот и после этого в том числе у них появились какие-то поблажки беременны но вот это вот что вы рассказали это как вот можно оценить это как фейербаховский созерцательный материализм или это диалектический преобразующий созерцательный то есть вот если мы начнем сейчас собирать просто сайте там спрашивать что у вас и у нас плохо и там был меня плохо за вопрос что делать у вас мысли есть но про что делается данном так это мысли по вопросу о том что делать в этой ситуации ну каким можно можно организовываться в том числе нас то есть организация медицинского пункта на предприятии но опять же по поводу условий труда то есть рабочее место швеи заключается в том что необходимо стоять на одном месте стоять на месте до ушли и нажимать одной ногой на три педали ну соответственно это вызывает уже определенные нарушения крайне 12 часов отзаять это это очень большое но у вас был разговор там а коллективом договорен и ну да и ваш до этого уже не не успели довести ну вообще вот по идее вот мы же должны вот если мы говорим не трудящимися не просто сказать она это не расставь так плохо вот мы такие просвещенные получили красный университет и расскажите как у вас плохо живется и как вам плохо живется это потому что я много знаю или мы должны что-то людям предлагать предлагать как организовать и сами сами в это включаться то есть у вас какие-то мысли если вы как-то думаете как помочь таким как это шве ну я с ванах наложен приходить как эти книжки читать достаточная помощь нет конечно то есть это теория должна быть теперь практика какая-то будет практика нет для начала конечно это почитать поучиться так там не пустую это вот такая задача прийти лишь бы висеть какую-нибудь пропагандирую не привлечает никакой нибудь а именно такой слух и пропагандируют а если про союз есть но там вы перебрать можно наверно приседать на это такие первичных организаций которых нельзя было переизвать но это большая работа правда ну естественно это должен делать опять же коллектив ну то есть вот скажем если мы с людьми разговариваем на эту тему чтобы это не был такой разговор поговорили я так понимаю что людям интересно заработать деньги не будут работать сверхурочно они не борются за свои какие-то интересы экономические организационно как делать с вами боролись объяснять каким образом они могут оставить свои интересы объяснять что только они сами не можем давать им постоянно хлеб мы можем научить их выращивать этот хлеб называть политически в данном случае то есть мы не можем за ним бороться помогать и научить бороться может и агитировать на то чтобы эту борьбу осуществляли мы тоже можем вот вы не смотрели на канале кондо рабочая академия вывешено интервью с президентом федерального профиля диспетчеров ковалев смотрел на трех но вот это можно посмотреть как люди борются на самом деле такие люди которые реальные вы ну методика борьбы известно как его начать как и инициировать люди не вступают начало даже если мы прошли мало численно можно делать фабричный заводской комитет из трех человек это в чем проблема вот сидят три человека все собрались и и назвали себя фабричным вас ким комитетом мешает это запрещать собственно говоря сам вот инициативная группа под названием и даже в истории что это было так что где-то были прошли за где-то были фабрично-заводские комитеты а потом эти фабрично-заводские комитеты соединились с профсоюзами и всеобщая стала профсоюзная форма во время после революции как раз когда нужно было бороться так или сяк и то и другое применялось ну не может там у вас большой профсоюз там не знаешь когда с чего начать внутри человека то вы соберитесь что вы думали нет что вот стоит швея она замученная но три швея если они это обсуждают это не просто замученное надо помочь осознать людям что сегодня вот двоих увезли завтра троих уйдут везут послезавтра пятерых но и как это сделать и если будет если будем так по 12 работать так и со всеми так будет с рога когда мы помрешь форма забастовки работает пока не упадешь ну что дорогие товарищи я думаю что за счет прошел на высоком идейном аэриционном уровне вот он показывает что значит народ в россии в россии в россии все более заинтересовывается этими проблемами и фактически мы обучаем людей от ладивостока и приморья до литвы и беларусь плюс значит вышли на международный уровень в америку значит в австралии в австралии да это не вмешательство внутри уже два нет мы не вмешиваемся это вы с конкретными людьми там разговариваем то что им интерес то что нет ли откликается вот теперь содержание мне кажется растет конкретизируется и это выражается в том числе и значит в таких кратких и лаконичных ответах хотя некоторые излишне лаконичных и во вторых значит вот в попытках значит сопротивляться тому накату который осуществляет профессор попов несмотря на то что он так это прессует медаличных цель до порисует отвечающих отвечающие все-таки спорит сопротивляется и некоторые даже но и успешно теперь хорошо что все вопросы почти которые были вопросники задействованы то есть используются и товарищи отвечают не только на такие простые вопросы я все-таки считаю экономизм но и интерес к проблемным вопросам где стоят какие-то проблемы для обсуждения и так это довольно смело берутся за эти сложные проблемы и отвечают поэтому я получил такое удовлетворение моральное я чувствую что значит отклик есть что какую-то такую пользу мы делаем и она уже видна вот в рамках одного семестра и я думаю что в конце года она будет еще более ощутим значит путь вот этот вот познание в понятиях мы указывали рассказывали и привлекаем привлекали других товарищей будем привлекать и вас то есть вот я привлекаю значит готовьтесь к тому что и вам придется и вам придется писать тем кто хочет конечно да это тоже форма обучения писать поэтому готовьтесь развивайтесь по крайней мере значит некоторые важнейшие условия для такого развития у нас здесь есть спасибо значит товарищи мы сегодня использовали возможности которые дает очное обучение хотя сегодня и в вузах совершается переход заочному то есть берут онлайн-курсы потом кнопки нажимают или вера или нами или люба вероятность правильного ответа 33 3 в периоде процентов поэтому это очень важно очень важно чтобы люди чувствовали что это вот вопросы за которые надо побороться которые надо отстоять или что-то еще глубже поспрашивать и глубже разбираться и так далее то есть не останавливаться на том что мы уже получили что мы уже завоевали понятно что этот процесс продолжается тем более у нас еще целый химестр правильно то есть вот наш зачет имеет своей целью но немножко направить на то что то есть более введливо более так сказать глубоко люди входили в содержание и понимали его значение и для и для споров и для пропаганды и для агитации потому что ну как вот но вот скрыть вас марксизм что-то господствующее что ли идеология в обществе нет значит спорить будут не только на семинаре вам будут узнать да все будут возражать много вы должны на эти возражения находить ответы вы собираетесь выигрывать в этих спорах или проигрывать какие у вас настроения а зачем надо так что это совершенно понятно поэтому мы и когда думаем о том как организовать зачет и за счет с учетом этого организовываем что люди которые здесь выступают во первых они не в такой закрытая аудитория в открытый пожалуйста все это записывается пожалуйста вы доказываете вы доказываете перед всем миром вам дают возможность сообщить и австралийцам и аргентинцам и американцы вашу свою позицию да вот так и сообщайте поэтому надо понимать и следующее что в нынешней атмосфере политически вообще все записывается и не даже если бы мы это не записывали все равно записывается поэтому надо формулировать все хорошо позитивно наступательно может надо было псевдонимами а не именами представляться а я и думал что это у вас всегда не вот вы видите сколько у нас с документов то не скоро у нас сколько у нас псевдонимами во всех вот в электронной в интернете так сказать там и он и спартак он и там революционер он этого еще и прячется первое что делает он прячется ну вот мы например не прячемся с александр сергеевич ему подписываемся и от этого не страдаем потому что если кто-то хочет против нас выступать но выступайте но мы тоже есть можем выступить и посмотрим еще кто из это в этой самой дуэли выиграть правильно вот поэтому я думаю что ну скажем в чем смысл коммунистического манифеста манифеста это обнаружение проявление себя из не спрятались маркс ангельса объявили о том что вот призрак бродит по европе признак коммунизма уже он не бродит уже у нас полтора миллиарда живет социалистических странах и говорят мы считаем презренным делом скрывать свои взгляды да поэтому и вообще как вы заметили сама форма организации нашего красного университета в том и состоит мы открыто совершенно определенно используем тех возможностей которые дает буржуазная демократия демократия потому что когда был у нас фашизм вот тогда на двери закрыли годятся народные правды на месяц связи с чрезвычайным положением городе москва заодно у нас вагон бумаги забрали и разрушили систему распространения а потом опять открыли и опять просто высказывайте так что надо ценить демократию буржуазная хоть и буржуазная наша демократия вот поэтому надо и учиться и использовать широко а мы широко и используем у нас фонд рабочей академии зарегистрированное общественное объединение кто ее регистрировал буржуазное государство вам не нравится буржуазное государство оно зарегистрировало фонд рабочей академии потом значит тут собралось налоговое нас закрыть а мы выиграли в районном суде и в городском теперь у нас вообще не трошу а вот суд присадивал министерство юстиции против фонда рабочей академии фонд рабочей академии это тоже завоёвано в том числе и ленинской партии еще до 17 года борьба-то велась и завоевали эти права так что мы пользуемся более того если вы можете сравнить например ситуацию в литве допустим в ладвии в россии видите разницу нет здесь мы открыто пропагандируем вот марксизм или нет а то а почему а потому что мы все время пропагандировать и в девяносто третьем году и в девяносто первом и восемьдесят девятом и никогда этот никогда не останавливался этот процесс ну скажем одни товарищи заливили на дно которые теперь собрались в кпрф до разрешения когда ждали когда им конституционный суд а другие товарищи вот мы вместе с александром сергеевичем и другие мы в это время проводили в свердловске в девяносто первом году учредительный съезд российской коммунистической рабочей партии девяносто втором году программу приняли уже в челябинске и подали и нам в это время говорили как же как же там уже указ президента у ельцина стоит уже проект прямо на столе минуток он у вас только лежит пустой не подписаны а вы положите туда проекта разрешение коммунистической деятельности в общем и подали и зарегистрировали российского коммунистического рабочего партию а потом мы вот вышли из рабочей партии потому что там недооценивалась комиссии рк рп не роль рабочих и они тонули в том голосование которое было и совершенно свободно сказать оставим свои позиции организовываем никто нам в этом смысле не то что сказать чтобы нам мешали не помогают но помогать в смысле в смысле люди нам помогают я докладываю что фонд рабочей академии постоянно присылают деньги люди вот посмотрите на сайте московского отделения фонда рабочей академии там написано кто все и сколько прислал постоянно почему а вы думаете сейчас вот чтобы прислать деньги все же у трудящихся денег нет и просто так на что угодно на какой ерунду не пошлют вот на московский и рабочий решили все понимают понимать что для того чтобы издать на средства откуда средства трудящиеся средства дают это уважать это дело люди распространяют люди пишут дальше работают и так далее так что вот так поэтому позвольте вас от имени фонда рабочей академии поздравить от имени я думаю что товарищ ректор поздравляет вас и проректор по учебной работе все поздравляют вас с успешной сдачей зачета как поскольку это важный рубеж в изучении марксизма ленинизма или пожелать вам успехов в дальнейшем обучение которое я думаю будет сопровождать всю вашу жизнь как бывает у настоящих марксистов правда